Ну, здесь он какое-то время, Святослав Ольгович, прождал, ну, дождался помощи от, а, нет, вернее, он получил призвание от Юрия Долгорукова, значит, в город Москву, в город Москву, в город Москву, там, ну, как пировать, или что они делали, вот этими коричневыми стрелками, они тут плохо, да, ну, не видно, да, ну, ладно, ну, вот эти вот, я просто отобразил, здесь еще попытка прийти в Дедилов, здесь в Москву, то есть съездил к союзнику в Москву, затем, значит, вернулся, потом получил помощь, ну, в общем-то, не, получил задание повоевать смоленские земли, это верх протвы, вот это, вот эти земли принадлежали Смоленску, и вроде бы как там находилась область голеди, вот он ее там повоевал, и пограбил очень хорошо. Летопись отмечает, что дружинники Святослава были в прибытке. Затем вернулся, вернее, ну, да, вернулся в Лобынск, и далее, далее пошел в город Нейринск. Ну, когда пошел, долго стоял на берегу Оки, видимо, ну, это тоже предположение современных исследователей, потому что у него умер старейший дружинник, который воевал еще с его отцом, и, видимо, там похоронили, и пошли в Нейринск. В Нейринске он провел довольно долгое время, туда пришло посольство от его дядьев половецких, потому что мать у него была половчанка, и братья и матери прислали посольство с вопросом, как бы, не надо ли помочь. Ну, видимо, прослышали, что творится тут на Руси, и после этого Святослав Ольбович вернулся в Дедославы. То есть, вот, либо сюда, либо сюда. Я просто намеренно те городища, которые, ну, мы не можем ни с чем ассоциировать, я не стал подписывать, потому что, ну, как бы, простому слушателю это мало что даст, лучше информации-то не запоминать. Вот, вот когда определим, что к чему, тогда, наверное, и будем и книжки писать, и рассказывать. Ну, отсюда, либо отсюда, либо отсюда, помним, да? Опять по рекам. То есть, если отсюда опять долгий путь, нет, есть, конечно, вариант через притоки УПы с двух сторон, может быть, как-то срезать петлю, которую она делает на севере. Но, один из исследователей данного вопроса, ну, вообще истории Черниговского княжества, Алексей Константинович Зайцев предположил, что от Дедославля до следующего пункта Девигорска должно быть, ну, примерно столько же, сколько от Девигорска до Моценска. И поэтому он предположил, что Девигорск находится где-то, ну, здесь. То есть, в самом, уже в начале степи. Что, в целом, противоречит, ну, общей схеме. Лесная земля здесь заканчивалась, здесь начиналась степь. И здесь, ну, вот есть городище, они доставлены, конечно, но не факт, что эти городища существовали в середине именно XII века. То есть, там существуют свои материалы, вернее, XII века, но, скорее всего, все-таки второй половины конца XII века, о чем я чуть попозже скажу. И вот здесь расположил, был сюда, вот где-то посередине, между Дедиловым и Моценским. Но наши ученые, наши археологи тульские выяснили, ну, это вообще было комплексное исследование, историко-археологическое, и определили, что вот на реке Оке уже практически разрушенное ныне городище, потому что песчаный берег осыпался очень интенсивно. Недалеко от города Чекалин, бывший Лихвин, городище Дуна, это вот как раз и Девигорск. В более поздних материалах были обнаружены упоминания Девигорских, ну, с топонима Девигорская, Девигорская, и, то есть, они сохранялись где-то до XVIII века, что помогло нам локализовать. Ну, то есть, оградище, оно соответствует полностью данной ситуации в середине XII века. Вот, и, как видите, отсюда, ну, может быть, да, так же, наверное, как Дану Циновская. Ну, если по прямой. Если не по прямой, опять же, мы видим вот такую петлю. Насколько это правда, насколько это возможно было, значит, что вот так они ходили, петляли по рекам. Может быть, конечно, срезали по мелким протокам, по притокам разным, овражкам. Ну, по овражкам все-таки нет, ходить не так хорошо. По крупной реке, да. И далее, в Девигорске он получил помощь от своих дерьев, половецких войска, которые разослал по всей земле Вятичей. Сейчас мы... Так, вот здесь вот, Девигорск, у нас, да. Вот где-то по этим пределам летопись пишет, что услышав о, ну, видимо, большой военной селе, которую собралась у Святослава Ольговича, убежали из городов, которые сидели в Вятичах, а Бловь, ну, пока так, он же Блёвь, Бловь, об этом я сейчас к этому подойду. Ну, Домогощ, этот город локализовал Алексей Константинович Зайцев, насколько я помню. Ну, здесь городище, у деревни городище, в общем, все как бы соответствует ситуации. Ну, из других каких-то, из Брына, где Брянска, вот. И таким образом, освободив свои владения, Святослав Ольгович получил, опять же, еще одного, в помощь еще одного сына, Юрия Долгорукова с войском, и, набрав такую силу, двинулся к Амцинску. В Амцинске долго они не задержались, и пошли на юг к Рому. В некоторых списках летописей есть упоминание города Спаш. Насколько это верно, непонятно. Но, в общем, Крома. И там его противники, Черниговские Давыдовичи, предложили мир, вернуть ему все захваченное. Таким образом, Святослав Ольгович отсиделся здесь, набрался сил, ну, в вятичах, и вернул себе, так сказать, свой стол. Ну, и таким образом заканчивается, то есть все эти события вот здесь, происходили в течение января, февраля, ну, января-мая, может быть. Ну, как бы в Москве он был 4-5 апреля, после этого какое-то время прошло, ну, то есть уже к лету, видимо, он все это освободил. Ну, каким образом двигался он, вот, как бы не в зимний период, а в теплый, ну, как бы, возникает вопрос. Либо на судах, либо какими-то дорогами. Но, поскольку мы видим городов, и, ну, вообще поселений, как бы не сильно много, ну, впрочем, мы не очень много знаем об этом. Сейчас перейдем на другой слайд. Вот, здесь я просто показал все городища, которые, ну, может быть, не все, но практически все городища, на которых находили что-то там, предметы, слои культурные, связанные с 12 веком, и которые могли бы как раз в то время существовать, ну, так, это не наше уже, вот, вот здесь вот, небольшой пуст городищ, возле Алексина современного. Ну, здесь вопрос немножко по-другому. Возможно, существовали какие-то пешие дороги между этими городищами, потому что, как бы, сухопутные дороги нужны не только же по рекам плавать. Но, в целом, это все, наверное, что мы знаем о древних, древнейших летописах, городах, попавших, ну, по-моему, о городах, попавших в летописи. Ну, существует вот здесь вот Белев, здесь город, есть мнение, но особенно оно присутствует в Тульском краеведении, что город Обловь или Блевь, это был как раз Белев, древний, но, но, историки не склонны на это, как бы, покупаться, на созвучие названий, потому что, все я забываю, вот здесь, где это, есть река Болва, вот, которая могла, конечно, называться и О-Болва, и, ну, в общем, как бы, сохранилась вот эта, просто топонимическая основа в реках, более гидрографических объектов, более древняя и более сохранная среди всех топонимов, поэтому, и, кроме того, это вот здесь, вот, нарисовано в пределах, как бы, вятичских земель, возможно, что город этот не совсем входил в область вятичей, потому что, ну, как в летописи пишут, что вышли, ну, не освободили, нет, вышли, выбежали, вернее, наместники из Вятичи, то есть, область Вятичи, и вот, перечисляют ряд городов, которые в округе, то есть, которые, вроде бы, в той же лесной зоне, но фактически, то есть, не входили в в административную единицу в эту территорию, в эту территорию, да, поэтому Белев мы пока оставляем в стороне. Редактор субтитров А.Семкин,